Премьера, пожалуй, самой новогодней сказки «Снежная королева» состоялась в Щелковском драматическом театре. Несмотря на ограничения, юные зрители все же насладились яркими эмоциями, потрясающими декорацией и вечной историей о победе добра над злом. «Снежная королева» – одна из любимых всеми сказочных историй, написанная Гансом Христианом Андерсоном. Сюжет о двух детях – мальчике Ка и девочке Герди – стал практически новогодней классикой. Сложно представить себе зимние каникулы без постановок этой сказки. Поддержали традицию в Щелковском драматическом театре. У нас сегодня, видите, небольшое количество зрителей. Соблюдаются все меры, которые необходимы при соблюдении стандартов для всех театров. И дезинфекция вся соответствующая, и все это вовремя делается. Поэтому я считаю, что для того количества, которое присутствует, все безопасно и соблюдено. На сцене артисты театра настолько ярко воплотили образы героев, что переживания маленькой Герды во время поисков брата Кая передавались зрителям, а восхитительные декорации переносили в атмосферу волшебства. Без поддержки, которую постановка получила в рамках проекта «Единой России. Театры малых городов», реализовать такую масштабную идею театру было бы весьма непросто. Для театра, для труппы театральной это большая подмога, потому что это повышается качество спектакля. Оставить равнодушным спектакль «Снежная королева» не смог никого из зрителей. Я пришел своей семьей и, конечно же, рад. И рад тому, что мы, наш Щелковский округ, ставит такие высокопрофессиональные спектакли. Ну, главная идея, наверное, в том, что нельзя бросать друга в беде, и нужно пытаться его спасти. Вот Герда и пыталась. Что это? О чем история? Ну, о том, что добро побеждает зло. «Снежная королева» была злая, там учебы были, а другие были все хорошие. Скажи, а тебе интереснее смотреть или читать? Читать, смотреть. И то, и другое? Да. Постановка будет идти во время всех новогодних каникул, так что тем, кто не попал на премьерный показ, удастся посмотреть «Снежную королеву» уже в новом году. Лилия Тимеева, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.